снова здравствуйте вернемся к теме терминологии значит как это связано с медициной вы наверно знаете да ну все должны это знать что все на части тела человека органы например да какие-то системы они все имеют латинские названия латынь учат все и учат французы и учат американцы и учат в россии те кто учится в медвузе в обязательном порядке даже не только вузе в медучилище тоже учат латынь для чего это все делается для того чтобы терминология была одна и та же не важно на каком языке будут разговаривать эти врачи и хирурги важно что они должны называть одни и те же органы одни и те же части тела одни и те же системы одними и теми же терминами иначе путаница может быть фатальной в обществе по большому счету все примерно так же если вы неправильно применяете термины результат может быть плачевным вам могут дать в глаз например если вы что-то неправильно сказали в последнее время для того чтобы разобщить общество разбить его на множество маленьких отдельных таких вот частичек анклавов каких-то и надо там на чем сильнее значит такое ощущение что они раздробят общество тем это больше и устроит вот старательно деградируют образование старательно деградируют интеллектуальный вот уровень людей старательно деградируют и упрощают язык выкидывая оттуда терминологию в результате пласт языка используемого в быту начинает сокращаться и потихоньку сходит на нет до элочки людоеда все в результате этого ну в том числе почему потому что в мутной водичке очень удобно рыбку ловить да значит смотрите очень часто в последнее время применяется термин агрессия в основном этот термин применяется значит женщинами в отношении мужчин почему ты такой агрессивный или он агрессивный вот что такое агрессия агрессия это такое действие в результате которого агрессор хочет что-то получить себе заполучить от другой стороны от жертвы агрессии не просто там в результате этого жертва агрессии что-то потеряла нет главное чтобы сам агрессор первое хотел что-то получить и второе желательно чтобы он это получил тогда этот акт агрессии будет полным понятно да вот именно тогда можно говорить что есть жертва агрессии если хотел получить но значит не получил не сделал где ж тут жертва жертвы практически нет значит так совершен не до конца и вот именно в этом моменте желание значит что-то откусить отхватить от противоположной стороны в этом и отличие агрессора от того кто экспрессивен просто-напросто потому что экспрессия она может быть даже немножко похожа на агрессию чисто эмоционально но экспрессия это как нам тут подсказывает вики словарь выражение чувств переживаний выразительность это эмоции кстати говоря агрессия может быть и без эмоций происходить так-то но но если называть какого-то человека экспрессивным это всего лишь подчеркнуть свойства его характера например вот итальянцы к примеру склонны к экспрессии грузины например склонны к экспрессии а англичане например совершенно не склонны к экспрессии понимаете это всего лишь свойства эмоциональные свойства характера и когда вы говорите что вот этот человек он там экспрессивен вы подчеркиваете и все но когда женщина говорит в отношении мужчины он агрессивен или я тебя боюсь значит ты агрессивен разве он хотел что-то у нее взять нет может быть он просто эмоционально что-то объяснял ей например но ей это выгодно поставить себя в качестве жертвы почему потому что жертвы начинают все носиться ее начинают жалеть ее начинают значит стремительно любить ну вот ей начинают помогать а она значит вся и вся такая значит балдеет ах она вот бедная несчастная все она жертва если она скажет что ее муж был экспрессивен ее никто жертвой не признает скажет наверное с ним было весело вот но когда она говорит что он был агрессивен тогда ее начинают сразу жалеть в результате вот этой вот феминистической феминистической неправильной трактовки терминологии применения терминологии выросло поколение молодых людей которые выражаются так же как их мамки которые растили своих сыночков в отсутствие папки ну не было папки не потому что папка был плохой а потому что отсутствие папки делала вот эту вот мадам жертвой и ей это больше нравилось это ее больше устраивало это придавало ей большое количество прав практически не давая никаких обязанностей взамен жить с мужем это не только права это еще и обязанности а обязанности она нести совершенно не хотела вот она была эгоисткой в результате сыночек которого она вырастила теперь носит так же как она джинсики зауженные драненькие ну ему же надо было брать с кого-то пример он и взял пример со своей мамки вот так же носит значит обувочку на босу ножку в мое время таких босиками называли даже носков у него типа нету вот это что-то такое маргинальное вот такое вот да обычно авторы 20 века когда хотели подчеркнуть вот эту маргинальную составляющую значит персонажа подчеркивали на нем были значит туфли на босу ногу да сейчас это сделали модным почему ну туфельки ведь на босу ногу носят да женские вот и их сыночки начали носить туфли на босу ногу как их мамки я так подозреваю они еще и стринги носят да и склонны к миньету ну в смысле чтобы они его сделали ну да ну надо мамке подражать полностью в результате все вот эти вот телодвижения полностью соответствующие женскому поведению истерическое поведение раз значит не умение отвечать за свои слова за свои поступки два вот легко легко развязывает драку но не в состоянии ее поддерживать потому что волевое составляющее отсутствует ну мужика не было не воспитали получил пороже сразу начинает плакать кукситься рассказывать что то о своих правах да ну то есть начинает тут же мгновенно переключается играет из себя жертву собственно все поведение таких молодых людей оно и как сказать происходит как является провокацией то есть такие молодые люди они постоянно фактически провоцируют окружающих для того чтобы окружающие резко среагировали и соответственно эти молодые люди стали жертвами все вот да к сожалению вот есть ныне такая проблема нам поэтому когда например в комментариях я вижу что персонаж с мужским именем пишет мне что я агрессивен я сразу понимаю что а папки у него не было второе я понимаю какая у него была мамка третье я понимаю что из себя представляет вот этот вот персонаж если вы хотите чтобы я считал вас малолетним вот да дебилом склонным к пидоростии ну ради бога можете писать мне что я агрессивен да когда мне пишут это женщины я понимаю почему они это делают они делают это строго на инстинкте правда значит пытаться манипулировать через интернет но блин это вообще что-то запредельное я не могу быть агрессивен по отношению к дамы через интернет я ничего не могу ее через интернет забрать потому что никак я не могу посигнуть на ее территорию значит на ее личное пространство на морду лица в конце концов понимаете я ничего на самом деле не могу сделать из-за экрана но ей хочется по привычке чувствовать себя жертвой вот ей даже может быть хочется от меня алиментов получить развестись со мной поэтому она пишет всякую херню это я тоже прекрасно понимаю вот точно так же как я знаю свои черты характера да я экспрессивен а вот насчет агрессии ребята ммм я бы сказал что только в порядке самозащиты да как то так кто держит я он он его Продолжение следует...